Как привлечь внимание мужчины, если вы хотите познакомиться с ним, да и вообще войти в отношения? Обязательно досмотрите это видео до конца. Сейчас будем говорить про ошибки, которые вы допускаете. Буду давать рекомендации, естественно. Очень важная тема для тех девушек, которые сейчас находятся не в отношениях. Первое, с чего я хочу начать. Вы наверняка замечали, например, вы где-то сидите в кафе, обедаете одна, допустим, ну или с подругой со своей вдвоем. Рядом находится некая компания мужчин, они там горлопанят, смеются, и тут кто-то из них подходит к вам и начинает знакомиться. Чем опасна такая форма знакомства? Дело в том, что когда мужчины находятся в компании, там очень часто может быть не желание познакомиться, а желание доказать другим самцам, что я здесь доминирующий, я могу соблазнить девушку, я могу подойти к ней, взять у нее номер телефона, мы можем обменяться контактами. Потом он вернется и скажет, отлично, все, есть она в моих руках, сейчас мы там с ней зажигать будем. Я вот рекомендую девушкам быть очень внимательными в таких случаях, когда происходят подобные знакомства. И тем более, вот здесь нужно наблюдать, да, я сейчас дам просто несколько рекомендаций, которые действительно всегда работают. Если вы хотите спровоцировать, чтобы кто-то из компаний этих мужчин подошел к вам, даже не для знакомства, просто для эксперимента. Вот есть компания, обнаруживайте там самого активного и обделяйте его вниманием, иногда бросайте взгляд на самого неактивного. Здесь такой беспроигрышный вариант, то, что самый активный на это отреагирует болезненно и стопроцентно подойдет знакомиться, это факт. Либо, пока он там будет себе думать, тот не самый активный, на которого вы будете смотреть, он подойдет знакомиться к вам. Но, опять же таки, очень важный момент. Когда мужчина к вам подходит знакомиться, не нужно сразу открывать рот и, ааа, там ему, господи, да, конечно, я Катя. А вот, зачем? Вот была такая ситуация, когда девушка сидит в кафе, там, компания мужиков, обедают. И там, ха-ха, хихи, тут один встает, он такой весь из себя мачо, красавчик. Ну, подходит к ней, говорит, привет, как дела, обедаешь, там, давай, там, познакомимся, троперы меня Кирилл зовут или, там, Афанасий, неважно. Вот. Она говорит, простите, а вы за каким столиком сидели, что-то я вас не видела. Он говорит, ну, вот мы там с ребятами, с ребятами сидим. Она говорит, ну, возвращайтесь за свой столик и сидите дальше. И сидите дальше. Он был в шоке. Он пришел и говорит своим друзьям, говорит, что происходит вообще? Она что, попутала? Со мной никто так никогда вообще не общался. Он через 10 минут к ней подошел. И она его зацепила прям, да, вот такой недоступностью. Не было никакой грубости. Но женщина не может позволить себе быть развлечением для мужчины. Вот они сидели, ржали там, смеялись. Вы что думаете? Когда он встал и пошел знакомиться с вами об этом, они не поговорили? Поговорили. Или вы думаете, он своим друзьям сказал, пойду пообщаюсь со своей будущей женой? Нет, такие ситуации бывают, но очень редко. Парни, это моя будущая жена. Я пошел знакомиться. Там немножко другой вайб. Там вообще все другое. Там мужчина себя по-другому ведет. Но вот это знакомство в компании больших мужчин очень непредсказуемо. Я вас больше уверяю, если завтра вы этого же человека увидите одного в этом кафе, он будет вести себя совершенно иначе. А вот это стадное чувство мужское, когда мы в компании, мы начинаем яйцами мериться, ха-ха-хи-хи, привлекать к себе внимание и просто ради развлечения идем в знакомство. А вы там можете себе что-то придумать. Если замечали хоть раз такое, обязательно ставьте лайк этому видео. Следующий очень важный момент, о котором я хотел сказать. Ни в коем случае не нужно сразу при знакомстве мужчине выкладывать свои социальные сети. Давать ему ссылку на Инстаграм, на этот Контакт, на все-все сети, которые у вас есть. Это такая история, знаете, очень сомнительная. Ну, во-первых, вы открываете все карты перед мужчиной, он заходит к вам в социальные сети, он начинает вас изучать, тем более вы можете стать такой жертвой сталкинга, когда он начнет вас атаковать сообщениями, там, закидывать вас виртуальными подарками, навязываться и многое-многое другое. Нет. Если мужчина подходит к вам, начинает знакомиться, вы понимаете, что он для вас действительно, ну, симпатичен, интересен, нормально выражается, разговаривает, не несет какого-то бреда, не пошлит, не оскорбляет вас своими какими-то шутками и высказываниями. Да, с ним можно пообщаться, но, еще раз повторюсь, мы не даем ему ни социальные сети, и следующий момент важный, и номер телефона в том числе. А все по одной простой причине. Как только у вас, у вашего, у этого мужчины появляется ваш номер телефона, вы, хотите вы этого или нет, загоняете себя в некие ожидания. Там, мессенджер, привет, я Вася, я Петя. Здесь, через обмен контактами, нужно определить, действительно ли мужчине интересно с вами общаться. Я бы в этом случае давал бы визиточку с электронной почтой. Визитка с электронной почтой. И часто еще девочки делают, девушки себе делают визитку со своей фотографией. Знаете, какая красивая фотография, маленькая такая, в виде визитной карточки. С обратной стороны, имя и электронная почта. И теперь поставьте себя на место этого мужчины. Представьте, ему нужно сесть. Мы же привыкли все делать быстро. Открыл мессенджер, написал. Тут нужно зайти в электронную почту. Взять визитку. Вбить электронный адрес. Отправить сообщение. Наверняка вы не так быстро реагируете на письма в электронной почте, как на сообщения в мессенджере. То есть, вам нужно понять, что это за мужчина. Как он идет на контакт. Это абсолютно нормально. Мне интересно, как вам такой способ коммуникации. Когда вы не телефон даете, а социальные сети, а даете визитную карточку со своей фотографией. Ваша фотография с обратной стороны, электронная почта и имя. Вы отдаете мужчине. И здесь, знаете, в чем кайф такой коммуникации. Вы напишите свое мнение. А в чем кайф такой коммуникации. Представьте, что этот мужчина женат. Вы вместе со своей визитной карточкой улетаете в помойку, в мусорку. Почему? Ну, он, возможно, и запишет ваш контакт почты. Но так как вы становитесь для мужчины сложным этапом жизни, это, господи, почта. Думаю, нахер нам не надо. Он пропадает. То есть, вы уже его отсеяли. Вы уже убрали этого женатика. Может быть, конечно, какой-то настойчивый попадется, если ему очень понравится, если он попытается с вами пойти в контакт. Но это очень крутое средство коммуникации. Во-первых, это подчеркивает статусность вашу. Это показывает серьезность вашу. Это где-то говорит о вашей зрелости. Это нормально, когда вы отдаете визиточку. Следующая история я хочу рассказать. Мы буквально недавно прилетели с женой. Нам летали отдыхать и по работе. Аэропорт. Стоит такая лента, по которой багаж выходит. Кому он там выходит? Пассажирам. Из багажного отделения, отсека. И стоит возле этой ленты, короче, такой дорого-богато одетый человек. Туфельки у него, лора пиано. Брючки лора пиано. Там у него это поло какая-то там супер, очень такая, недешевая. Часы видно у него на руке, они за 300 рублей. Чемоданчик у него такой, ручная кладь, луи виттон. Весь он, короче, вот такой, знаете, прямо выпидаренный. Стоит за его спиной девушка, которая тоже ждет чемодан. И вот она обходит его так спереди. И чемодан у нее едет, и она начинает его тянуть с ленты. И вот видно, прямо как она его роняет. С таким, кряхтит и роняет. Это такие вопли. Реакция этого мужчины. Он такой, чемодан упал этот, а-а-а, на весь аэропорт. Он такой раз в сторону отошел. Обошел ее с другой стороны. И стоит дальше, ждет свой чемодан. А у нее, видимо, ее не один был. Она его опять вот так обходит, блин. Опять стоит. И берет, хватает свой чемодан. И опять его тащит, в общем. И эти, а-а-а, вот так она его там роняет. Он говорит, девушка, вы можете под ногами не путаться? Говорит, могли бы и помочь. Так так и скажи, что тебе помощь нужна. Что ты путаешься под ногами? И казалось бы, можно сказать, например, про этого мужчину. Вот какой там бессовестный, мог бы и помочь. Потому что он вообще женатый человек. Ему вообще дела нет до того, кто там у него. Он в своих мыслях стоит. И какая-то барышня там пытается привлечь к себе внимание. Это настолько дешево. Это настолько не по-женски. Это настолько искусственно. Вот если бы она подошла к нему. Вот эта взрослая позиция. Это позиция адаптивной девчонки. Вот если бы она подошла к нему и сказала, молодой человек. Простите, что я вас отвлекаю. Вы бы не могли мне помочь мои чемоданы снять с ленты. Потому что я просто не справлюсь. Здесь абсолютно здорово выстроенная коммуникация. И да, вот сейчас вот мои чемоданы. И пока чемоданы там вертятся, крутятся. Можно задать вопрос, а вы откуда прилетели? Ну хотя бы ты что, дура, не видишь? Что у нас с одного самолета выдача багажа идет. Хотя такое бывает, подождите. Такое часто бывает, когда на ленте одной с нескольких рейсов поступает багаж. Поэтому тоже это не всегда работает. Прежде чем такой вопрос задать, нужно убедиться, что лента выдает багаж с разных рейсов. Потому что если вы с одного спросите, он точно с вами не захочет знакомиться. Это будет смешно. Это 100%. То есть все, вот этап появиться на глазах у мужчины, вообще привлечь его внимание, должен быть естественным. То есть не нужно это делать, придумывая какие-то сценарии. Вот есть семейная пара, познакомились в Эрмитаже. Стоит мужчина, там разглядывает картину, и девушка стоит, разглядывает картину. И она просто вслух говорит, слушайте, я вообще ничего не понял. Что хотел сказать автор? Но этот поворачивается и говорит, ну как непонятно, вы же видите. Вот здесь даже есть табличка, можете прочитать вообще, какой смысл у этой картины. А, понятно. Подходим к другой, он уже начинает говорить. Ну вот это точно непонятно. И вот слово за слово, слово за слово. А что вы любите? А где вы еще бывали на выставках? А куда бы хотели попасть? А на это я вот мечтаю в Лувр попасть. В Париже. Вот, а я был в Париже, в Лувре. Хотел бы оказаться там в другом каком-то месте, еще посмотреть, там какую-то выставку посетить. И между ними пошел диалог, он естественный. Но оказались они на этой выставке не потому, что она поставила себе цель пойти найти мужика на выставке. Нет. Это естественный взаимообмен энергии, мнения, мыслями, эмоциями своим. Это абсолютно нормальная история. И как прийти к этому естественному состоянию? Как к нему прийти? Надо работать над своей самооценкой. Это же кем, кто озадачен этим вопросом? Как понравится мужчине? Этим вопросом озадачена женщина, которая полностью с нездоровой, с уничтоженной самооценкой, психологически незрелая, невротичка, а самая страшная, одинокая и пустая внутри. То есть сам вопрос, как привлечь внимание мужчины, где познакомиться с мужчиной, это уже диагноз. Самый настоящий. То есть когда женщина озадачивается такими мыслями и ставит перед собой такие цели, начинает выискивать, как это раньше писали там, места скопления достойных мужчин. Они там скопились в одном месте, как змеи, как клубок змей. И вот это вот они, место скопления достойных мужчин. Это раньше была такая история, серьезно. Значит, продавали базы ресторанов, закрытых клубов. Может быть до сих пор такая история есть. Значит, списки базы этих ресторанов, закрытые клубы, сигарные клубы, покерные клубы, когда еще они были разрешены. Потом эти ночные клубы, в которых тусила такая светская публика и богатые мужчины. И вот эти девушки туда приезжают, чтобы показаться всем красивенькими, кого-то соблазнить. Это на самом деле катастрофа. Когда женщина ставит перед собой такую цель, она либо идет осознанно продаваться за деньги, там, соответственно, должен быть соответствующий наряд, прикид. Хотя, если посмотреть сейчас на девушек с низкой социальной ответственностью, многие из них знают по несколько языков, владеют котировками биржевых торгов, разбираются в культуре, разбираются в финансах. Разбираются в спорте, разбираются в политике. И ты будешь смотреть вот так на нее сидеть, блин, глаза открыв и охеревать. Охеревать вообще, кто это перед тобой. А она та самая женщина с низкой социальной ответственностью, которая ищет себе просто богатого мужчину-спонсора. Но если вы хотите по любви создать отношения, поработайте над собой. Приведите в порядок свою самооценку, женственность. Вы не можете искусственно мужчине навязать ее. Вы можете визуально быть привлекательным, но после первого секса с вами и месяца общения даже не захочется приближаться. А приближаться захочется к женщине психологически зрелой. Потому что психологически зрелая женщина как раз таки обладает и сексуальностью, и энергией женской. Под этим видео есть ссылка на мой бесплатный интенсив, где я как раз таки буду рассказывать о том, как прийти к состоянию психологической зрелости. Научиться проявлять сексуальную энергию, женственность. Переходите по ней из любой точки мира, без оплаты принимайте участие.